Сегодня на совещании под председательством главы региона обсуждался ход реализации программы «Дорожная карта занятости» и назначение адресной социальной помощи. Кроме того, руководитель управления отчитался о проделанной работе в сфере спорта и рассказал о планах. В текущем году по государственной программе «Янбек» планируется охватить 40 тысяч человек. 14 794 направлены на работу. Более 4 600 жителей трудоустроены на постоянную работу. В результате план выполнен на 25,7%, отметил руководитель управления. Следующим вопросом, рассмотренным на повестке дня, стало развитие спортивной сферы в регионе. По итогам 2020 года всего по области организовано 1538 спортивных мероприятий, в которых задействовано 128 758 человек. Также в текущем году проведено более 500 спортивных мероприятий, в которых охвачено более 25 тысяч жителей. За первый квартал 2021 года количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в области достигло 375 674 человек, или 33% населения области. На сегодняшний день общее количество людей с ограниченными физическими возможностями и систематически занимающихся спортом по области – 3389 человек, или 9,6%. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 370 человек, или на 0,9%. Заслушав отчёт руководителя управления, глава региона отметил, что показатель вырос, но всё же есть недоработки. В частности, он подчеркнул, что молодёжь региона должна быть максимально вовлечена в спорт и необходимо помогать жителям в трудоустройстве. В прошлом году я давал поручения всем Акимам. Особенно это касается школ. В некоторых школах есть хорошие футбольные поля. Будь то футбол, или волейбол, или баскетбол. Но, к сожалению, нет мячей. Мячи, наверное, можно купить. Я поручаю это дело взять под контроль. Напомним, в этом году планируется строительство 11 физкультурных спортивных комплексов, будет проведено изучение месторасположения данных спортивных объектов. В результате ожидается увеличение числа жителей, занимающихся массовыми видами спорта. Кулиш Умурзакова, Султан Жоробай, Семсем Ньюс.